В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Посыпает. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 28 марта, день национального траура в России. Найдут ли компромисс? Споры вокруг строительства новой поликлиники продолжаются. В администрации прошло заседание Совета по проведению Дня Победы. Далее расскажем обо всем подробно. По всей стране приспущены государственные флаги, учреждения культуры отменили развлекательные мероприятия. 28 марта объявлено Днем национального траура по жертвам пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. По официальным данным, погибли 64 человека, большинство из которых – дети. Вместе с жителями Кемерово скорбит и вся страна. На следующий день после пожара, утром 26 марта, жители Кемерово организовали через дорогу от торгового центра «Зимняя вишня» и мемориал погибшим. Уже к часу дня понедельника вокруг него стали собираться люди. Взрослые дети приходили почтить память тех, кто так и не смог выбраться из дыма и огня – друзей, родителей, детей. А сегодня там простились с жертвами пожара. Трагедия в Кемерове сплотила всю Россию, стала общей болью для жителей всех без исключения регионов – от Калининграда до Владивостока. В знак солидарности с жителями Кемеровской области регионы России тоже начали объявлять Дни траура уже с понедельника. А 27 марта в десятках городов прошли митинги памяти жертв трагедии. Участники акции сооружали стихийные мемориалы. Зажигали свечи, приносили цветы и игрушки, выпускали в небо шары, оставляли слова соболезнований тем, кто потерял своих родных. В Ростове-на-Дону организовали сбор средств, которые перечислят на расчетный счет помощи пострадавшим при пожаре. В Оренбургской области прошла единая минута молчания. Импровизированный мемориал памяти появился и в нашем городе. Десятки горожан приносят розы и гвоздики, машинки и кукол к площадке на лестнице «Миру-Мир». Не знаю, трудно об этом говорить, конечно. Это боль не только Кемеровой. Это личная боль, наверное, у каждого гражданина в нашей России, потому что у всех дети есть, у всех есть друзья, знакомые, которые там были. Вообще хочется сказать слова вот такие людям, тем, которые там потеряли близких, помолиться за них, наверное, чтобы в силу, терпение было все пережить. Мы хотим поддержать тех, кому сейчас тяжело, кто потерял своих близких, напомнить о том, что они не одни. Это самое, наверное, страшное, что бывает в жизни любого человека в потере близких, поэтому мы можем просто так надушно пройти. Саровчане приходят к мемориалу с вечера 27 марта. Взрослые дети, студенты и инженеры, учителя и водители. Многие приходят целыми семьями и в память о погибших зажигают свечи. Споры вокруг строительства новой детской поликлиники продолжаются. Совсем недавно в администрации прошли публичные слушания, на которых жители близлежащих домов высказали свое мнение по поводу возведения в районе улицы Силкина нового здания здравоохранения. Итоги встречи подведены. Согласно заключению, комиссия рекомендует главе администрации утвердить проект межевания. Жители с этим решением не согласны. Наши гаражи могут снести. С этой мыслью владельцы недвижимости, расположенной на улице Силкина, живут с осени 2017 года, когда появилась первая информация о строительстве в старом районе новой детской поликлиники. Ее появление подразумевает и прокладку новых дорог, которые предположительно появятся на месте гаражной линии. В некоторых средствах массовой информации появились схемы, какие гаражи могут попасть под снос. Но вот официальной информации, что будет с их недвижимостью, жителям пока не дают. Единственное, что известно точно, за снесенный гараж владелец получит денежную компенсацию или новый, но в другом месте. У них предварительные планы есть, которые они нам пока не озвучивают, но уже даже в газетах появляются. Но официального разговора еще не было. Это будет еще одни слушания. Через какое-то время они их назначат, видимо, после того, когда уже нужно будет перед фактом поставить, что деваться некуда, поликлиника есть, поэтому придется сносить. Хорошо, вы снесете сейчас гаражи, а мне как снова вот, как бы рядом с домом здесь, мне там, где-то вон там, куда они нас загоняют, ну зачем он мне нужен? Тут с правами крутят, вертят, мы не знаем, как они решат. Обязательно владельцы гаражей обратятся в прокуратуру. Понять, что на самом деле будет с их имуществом, жители пытались на прошедших публичных слушаниях, но четких ответов не получили. По словам авторов проекта, эти темы рассмотрят позже, на других слушаниях. И жители искренне надеются, что в этот раз им сообщат об их проведении и к их мнению отнесутся с уважением. Была какая-то такая скрытая информация, прошла незамеченная, и, конечно, люди возмущались. Никто ничего не согласовывал. Случайно мы просто узнали, что вот такая ситуация будет. И ходили в администрацию, мы свое делали. Мы высказали свое мнение там. Безобразно были слушания организованы. Во-первых, нам показали такой проект, где наш дом, мы его еле на карте нашли, пока уже конкретно, не попросили их показать нам, где же находится наш дом и где поликлиника. У нас совершенно непригодный профессиональный архитектор. Я ему сказал, слушайте, как же вы так можете? Ни плана, ничего. Все совершенно наплевает иск отношения администрации. Я хочу сказать, что вот на слушаниях, я был очень близко к двери, вытолкали нас просто-напросто. Там женщина, не знаю фамилию, вся красная, закрывала вот так, вот так отталкивала. Нас возмущает тот факт, что решение судьбоносное по застройке города поручено таким молодым и неопытным кадром. У меня вот градостроительному департаменту вопрос, когда вы вот так вот планируете жизнь дальнейшую, ну как-то надо все равно, меня-то чего, вот не надо спросить. Взяли дорогу нарисовали и вот вы теперь лишнее подвинетесь. Я пока не вижу, чтобы вот как-то власти с нами какой-то диалог вели и выясняли, что мы хотим. Кстати, был нарушен тоже вот закон о публичных слушаниях, он имеет место быть в нашей стране. В результате этих публичных слушаний должны были выпущены быть протоколы за подписями присутствующих комиссий и руководителей, где было обнародовано вот этот наш протест. Было собрано 47 подписей и владельцы гаражей, и жители этих вот опасных домов. И этот протокол не выпущен, тогда как в газете были искажены факты, что якобы все на ура прошли слушание с общим одобрением. О том, что детская поликлиника в старом районе нужна, жители не спорят. Просто считают, что место для строительства выбрано не самое удачное. Во-первых, ее появление кардинально изменит их привычный образ жизни. Ну а во-вторых, как считают горожане, проектировщики при выборе места под строительство не учли все особенности этого района. Здесь она в принципе не нужна, поликлиника в лесу, у 21-й площадки. Это кто-то додумался, у 21-й площадки. Кроме того, не проведены геологические исследования. Генплан сейчас утвердят, деньги выделят, а геологические исследования будут давать отрицательный результат. Что они будут делать с этими, так сказать, намеченными планами? Я даже не как владелец гаражей, я как простой горожанин. Прикидываю и думаю, это сколько мы сейчас должны из бюджета города ввали денег, чтобы с этими гаражами развалануться, эту дорогу сюда построить. Не лучше ли разместить где-то ее там, где не требуется такого вот денежных вливаний, и ущерб людям такой не будет наноситься. Все волнующие гаражан проблемы были озвучены именно на публичных слушаниях. Комиссия все рассмотрела и на каждую дала свой ответ. Санитарная зона 21-й площадки не выходит за пределы территории. Вопрос с водоотводом будет решен при проведении геологических изысканий. А судьбу парковок и гаражей решат на других слушаниях. Одно могут сказать точно – поликлиники в этом месте все равно быть. Информации о том, когда будут проведены слушания, на которых прояснится дальнейшая судьба гаражей, в администрации нам пока не предоставили. Остается надеяться, что о мероприятии заблаговременно оповестят всех заинтересованных лиц. Мария Рунч, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Изменилось время вызова педиатра. Как сообщает клиническая больница номер 50, в период до 30 марта вызвать участкового педиатра на дом в детской поликлинике можно только до 13.00. После часу дня за медицинской помощью необходимо обращаться в службу скорой помощи. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В бывшего здания военкомата изменят правила парковки транспортных средств. Соответствующее постановление подписали в городской администрации. Согласно документу, у дома номер 13 по проспекту Мира запретят остановку всех автомобилей. Полную схему с дорожными знаками можно посмотреть на сайте саров24.ру. Волонтеры из центра «Радость Май» завершили сбор пасхальных пожертвований. С 10 апреля пройдут праздники для детей дошкольного возраста. 15 апреля состоится большой праздник для школьников, а затем начнутся поздравления на дому. В центре «Радость Май» напоминает, что в Сарове продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Луганска. Пожертвования можно приносить в церковный гуманитарный склад по адресу улица Пушкина, дом 24А. Во вторник и четверг с 17 до 19 часов и в субботу с 8 до 12. С 30 марта по 1 апреля в Сарове пройдет первенство России по бадминтону среди слабослышащих. В соревнованиях на базе молодежного центра примут участие более 50 спортсменов, представляющих Нижегородскую и Московскую области, Республики Чувашия, Татарстан и Башкортостан, а также Пермский край. По традиции в конце марта в администрации собирается заседание Координационного совета, на котором решается, как саровчане проведут День Победы. Парад, шествие бессмертного полка, легкоатлетическая эстафета и, конечно, салют. В этом году саровчан ждет знакомая программа, но все же с небольшими изменениями. Подробности далее. Главным отличием этого года станет отсутствие ставшей уже традиционной реконструкции в пойме реки Сатис. Причина проста. Участники клуба 1945, которые занимались этой частью праздника, решили взять тайм-аут в этом году и ограничиться только участием в традиционном проходе ретро-техники. В целом праздник пройдет как обычно, но с небольшими изменениями. В этом году мы предлагаем к великоатлетической эстафете подключить еще и праздничный концерт. То есть мы хотим здесь, на площади Ленина, сделать еще и праздничный концерт, чтобы люди, которые возвращаются от вечного огня, могли еще и, значит, послушать наши творческие коллективы. По задумке организаторов, после завершения праздничных мероприятий на центральной площади города действо должно переместиться в парк Зерново, где будет чем заняться и детям, и взрослым. Центральным действом станет масштабный исторический квест. Планируется проведение большой квест. Это на Берлин, который будет проходить по территории экологической тропы. Ну и завершится вся программа в парке. Это ориентировочно ближе к фейерверку. В районе 9 вечера. Празднование 73-й годовщины Великой Победы закончится традиционным фейерверком. И если вопрос о его наличии уже решен точно, то место запуска, по мнению организаторов праздника, еще только предстоит выбрать и утвердить. Кирилл Васенин, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24. Создать своими руками куклу, освоить молекулярную кухню и все это сделать в дошкольном возрасте. В Сарове прошла пятая муниципальная конференция исследовательских и проектных работ учащихся начальных классов. Хочу все знать. В этом году в ней приняли участие около 60 ребят из различных школ города и станций юных техников. С помощью родителей ребята подготовили настоящие научные проекты по трем направлениям. Естественно, математическому, общественно-гуманитарному и эстетическому. Алине Пешихоновой настолько понравилось заниматься исследовательской работой, что она уже второй раз участвует в конференции. В прошлом году термос, который она сделала своими руками, принес ей первое место. В этот раз девочка решила взять более близкую для нее тему и представила жюри самодельных кукол. Но кукол особенных – берегинь или обрядовых. Обрядовые куклы делали для защиты ребенка. Какие-то куклы вешали на кровати ребенка, например, куватку, для того, чтобы она защищала ребенка от злых духов. Подготовка проекта «Пеленашка» и ее подружки заняла несколько месяцев. Вместе с мамой Алина изучала историю, берегинь, технику изготовления, искала материалы для кукол. Обо всем этом девочка и будет рассказывать на защите своей работы. В процессе изготовления о том, что это надо с тряпочками возиться, что их, оказывается, нет в магазине, вот как таковых лоскутков, что все это семейное богатство, история опять-таки. Цель конференции – развить у ребят навыки исследовательской деятельности и выявить талантливых школьников, чтобы в старших классах они смогли разрабатывать научные проекты более глубоко и масштабно. Критерии оценки работ на этой конференции были строгими. Умение раскрыть тему, показать ее практическую значимость, умение презентовать свой материал, сформулировать ответы на вопросы жюри, владение материалом. Ну, уникальность мы тоже смотрели на первом этапе. Юные исследователи представили на СУЖ жюри проекты по разработке методических пособий для дошкольников, анализировали творчество художников и даже изучали молекулярную кухню. Елена Грицкова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей СОРО-24. В продолжении выпуска смотрите рубрику «Новости Росатома». О том, чем живет крупнейшая госкорпорация страны, мы рассказываем в наших выпусках «По средам и пятницам». Этот порошок белого цвета без запаха и вкуса – ничто иное, как диоксид титана. Практически незаменимый пигмент в лакокрасочной, полимерной, целлюлозно-бумажной и даже пищевой отраслях промышленности. До сегодняшнего дня он поставлялся в Россию исключительно из-за рубежа, при ежегодной потребности от 67 до 82 тысяч тонн. Но уже в ближайшее время удовлетворить этот высокий спрос будет готов сибирский химический комбинат, входящий в структуру «Росатома». Мы создали технологию производства эксидо-титана. Такой технологии в мире нет. У нас есть уже опытный образец с чистотой почти 100%, там 99,7%. Наша задача – организовать данное производство в России, которое сегодня не существует. От представленного на «Атом Экспо-2017» проекта до создания реального производства прошло меньше года. Уже сегодня на СХК идет завершение монтажа опытно-промышленной установки, на которой будут отрабатываться новые технологические решения получения высоковостребованного белоснежного красителя. Проектная мощность этой производственной площадки оценивается в 10,5 тысяч тонн диоксида титана в год. И сомнений в том, что установка будет загружена на 100%, практически нет. Российский рынок в настоящее время испытывает острый дефицит. И даже вот сейчас на данном этапе уже есть достаточно много предложений от разных предприятий, которые готовы приобрести диоксид титана. Создание производства диоксида титана для Сибирского химического комбината, как, впрочем, и для всего топливного дивизиона госкорпорации «Росатом», является одной из приоритетных задач вплоть до 2030 года. К этому времени топливная компания «ТВЭЛ» и входящие в нее предприятия намерены увеличить общую выручку от неядерных бизнесов до 150 миллиардов рублей. Для достижения этой цели выбраны четыре ключевые направления развития неядерных производств в области химии, металлургии, машиностроения и новой энергетики. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Мария Посыпая. Всего вам самого доброго и только хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok